Пару дней назад актрисе Катерине Шпице приснился страшный сон. Во сне её отчитывал партнёр Максим Ставицкий. Ты опознал на тренировку, потому что проспала. Ты ела конфеты на ночь. Ты готовилась в полсилы. Теперь тебя ждёт искупление, пригрозил Максим. Катерина проснулась в 6 утра и поспешила на каток репетировать номер на музыку из военной драмы «Искупление», которая получила целых 5 Оскаров. Встречайте, актриса театра и кино, телеведущая Катерина Шпица и двухкратный чемпион мира Максим Ставицкий. Катька у нас девушка с характером. Иногда его так проявляет, рычит иногда, показывает оскал даже звериный периодически. Но я со Скольдом поговорил, она говорит, слушай, сначала ласково, с кошечкой надо ласково сначала. А если уже не понимать, достаёшь хлыст. Ногу за меня. Корпус подними. Азад. На зубя из них вставай, Едь. В голову подними. Что ж ты с горбатой такая? Ну-ка, что ж по горбу получишь. Я не понимаю, что я не могу, Макс. Цыц. И. Да, Макс! Чего аккуратно вставил? Потому что я руки неправильно ступила. Это не важно. От твоих рук мало чего зависит на самом деле. Макс очень классный педагог, и его педагогический талант, плюс его педагогический талант, плюс моё отсутствие страха могут сделать удивительные вещи. Раз ножичку больше сделаем. Это да, это самое важное. Очень долго объясняем нашим звёздам, что, ребята, не надо ходить по минному полю по этому льду. Катайтесь, наступайте на свои ноги, катайтесь, работайте именно ногами, вот в продвижении. Не расслабляйтесь, не бойтесь. Сейчас прямо наш подарок сказал даже. Да классно сказал. Думаешь, думаешь, как я, а я думаю, как ты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В этой теме, а сама музыка называется тема прощания из кинофильма «Искупление». Конечно, героиня Кати главная, заглавная. Но я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что Катя безгранично доверяет Максиму. Помните, в начале танца Максим еле успел подхватить ее под ногу, вот он этот момент, только чтобы она не рухнула на лед. Зато получилась та поддержка, и опять, а вот она на экране, которая не уходила на тренировку. Поэтому прогресс есть, но я, честно говоря, не все в танце понял. Обидно, конечно, да. Катерина Шпица и Максим Ставицкий. Оценки за технику. 5,9, 5,9, 5,7, 5,6, 5,8. Средний балл 5,78. Оценки за артистизм. 6,0, 6,0, 5,8, 5,8, 5,9. Средний балл 5,90. Общий балл 11,68. Наталья, сказалось ли, вот эта 5,9 за технику, что все-таки помарки были? Моя 5,9 не за помарки. Моя 5,9 за то, что Катя форму, да, если нога назад открыта, вытянута, значит, должно быть открытое положение. Немножко падает носок вниз ко льду, и это очень портит впечатление. Вот за это 5,9. Да, были две помарки, но я их не заметила, в кавычках, потому что с таким достоинством тебя выхватил Максим. И это было настолько легко и непринужденно, что я для себя решил, что я видеть это не хочу. Спасибо. Вы знаете, я поставил выше оценку, естественно, под названием артистизм. На мой взгляд, что техника, безусловно, и это естественно тоже. Давайте поменяем их местами, пусть они придут на сцену в драматический театр, либо в кино снимутся. Я думаю, что тогда техника будет выше у одного, и артистизма будет поменьше у другого. Татьяна Анатольевна. Что вы можете сказать про ребят? Здоровевший номер прекрасный. Прекрасно сделан. Но я не могу, как профессионал, не увидеть. Да, здорово он ее подхватил, вот там, где она падала. Но я же это вижу, да. Прекрасная провозка. Потерь равновесия тоже упала. Но Максим, которого я обожаю, так аккуратненько ее подхватил, но она уже присела и повел ее дальше. Я не могу это не отмечать, правда, Леша? Не, но Максим у нас вообще король поддержки. Да, да, он вообще, он вообще король. Они действительно очень гармоничная пара и очень хорошие верхние поддержки, прекрасная композиция, но много ошибок. Жаль. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Катюш, ты так увлеклась, видимо, этой ролью, что ноги-то просто заплелись. Да нет, на самом деле просто переждала и переволновалась. У артистов это случается иногда. Скажи, пожалуйста, а может быть все же давит груз ответственности? Вы ведь шли первым номером на прошлой передаче. Ну, я об этом, честно скажу, не особенно думала, потому что я считаю, что каждое выступление должно быть как впервые, без истории. Ну, безусловно, я вообще, в принципе, ко всем ответственно отношусь. И за то, что было сегодня, я только могу попросить прощения у своего партнера, которого я подвела, и это опыт, который мне был нужен. Мы поставили, на самом деле, очень быстро этот номер с Сашей и с Катей. Музыка нам очень нравилась, и никак он не легкий абсолютно, но надо было изображать такое, как бы, спокойствие. В этом была, наверное, и трудность. Может, Катя была чересчур уже спокойной или чересчур нервничала, я не знаю, но что-то было чересчур. Поэтому были такие вот досадные ошибки, которых никогда на тренировке и не возникало, на самом деле. Бывает, исправимся. Друзья, не отчаивайтесь и двигайтесь вперед.